Моя Москва Мне всегда казалось, что для любого города, большого или маленького, мосты всегда играли какую-то колоссальную, ключевую роль. Мост – это такая заявка на развитие, это то направление, в котором город хочет протянуться. Вот он перекидывает свой мост, как руку, и в эту сторону, собственно, и движется. Вот мост, около которого мы стоим, Новоарбатский, замечательно, по-моему, показывает, до какой степени Москва огромный город. Вот он захотел себе такой гигантский, здоровенный мостище. Но был один момент в истории этого моста, когда он оказался символом чего-то совсем другого. Октябрь 93-го года. Погода была хорошая, как вы помните. И весь мир при помощи CNN, BBC и всяких других мировых каналов смотрел на этот мост. Как на этом мосту танки, как эти танки стреляют по Белому дому болванками. И самое поразительное, как вокруг этих танков, на этом самом мосту, крутится огромная толпа народа. С детьми, с колясками, с собаками. Некоторые такие приодетые, как-то вышли, как на праздник. Смотрели, как одни люди ненавидят других и стреляют в других. И лично для меня это памятник нашей с вами национальной способности устроить какие-то страшные, адские проблемы, из которых потом самим приходится годами вылезать. Уютная Москва, моя Москва, это когда зимним вечером идет снег крупными хлопьями. И по этому мосту едет поезд. Однажды я в очень грустном эллигическом настроении шел здесь вот ночью. Снег и поезд, который здесь едет, и луна огромная висела. И вдруг я поднял глаза и увидел, что на фоне луны стоит на крыше дома девица и читает книжку. И я совершенно не мог от нее оторваться. Прежде чем я, по-моему, минут через 10 сообразил, что она скульптура. Вот она там торчит, как-то она все больше и больше облупляется. Куски прически у нее уже отвалились, от книжки почти ничего не осталось. Но ничего, живая. Я думаю, что мы с ней вместе будем продолжать в этом городе жить. А это вот большой каменный мост, самый помпезный, самый банальный московский мост. И отсюда же, на самом деле, видны какие-то важные приметы времени, которые мы все пережили в последние десятилетия. Вот, например, знаменитый дом на набережной, а на нем одна из первых московских реклам. Огромный Мерседес, который там торчит. Ну, звезда Мерседеса. Трехлучевая. У меня такое впечатление, что люди, которые торгуют Мерседесами в этой стране, они из каких-то религиозных соображений эту рекламу здесь держат. Ну, на самом деле, это такой символ новых времен и новых порядков, пришедших в Москву. Ну, или другая история, это взбесившаяся чернильница. Как раньше храм Христа Спасителя называли, он, по-моему, действительно, чернильницу очень похож. Так себе представляешь, как его можно открыть. Помню, как первые несколько месяцев ее существования, проезжаешь вот оттуда, вот, въезжаешь сюда, вот, на мост, поворачиваешь голову. Боже мой, какая она огромная! Какая она страшная! Потом привыкли. Конечно, в Москве больше без него себя представить не могу. Хотя, если приглядеться, то уродство, конечно, совершенно чудовищное. От яру уже, конечно, осталось немного грязное, какие-то по ней тащатся нефтяные пятна. И рыбы в ней, разумеется, никакой не осталось. Но для меня все равно вот эта речка и эти места, эти набережные, эти мосты – это самое уютное место в Москве, самое человечное. Несколько лет назад, когда я только начинался в Москве, русский капитализм, вот в этом вот месте, была импровизированная автомобильная мойка. Можно было приехать сюда и помыть машину. Стояли тут какие-то тетки, какие-то дети с губками, швабрами, вебрами. И было написано «Мойка машины горячей водой». И это происходило даже зимой в самый страшный мороз. Останавливаешься тут, они говорят, вам горячей водой? Горячей. Хорошо, говорят они, берут ведро на веревке, закидывают его в речку, вытаскивают оттуда. Ну, ты понимаешь, что тебя обманули, никакой горячей воды, разумеется, тут нет. А тут они выливают это на машину и поднимается стол пара. Оказывается, что в этом месте, в Яузе, вода горячая, потому что вот это завод «Кристалл» водочный, который сливает свои промышленные отходы сюда и время от времени действительно сливает какое-то страшное количество кипятка. Вот этим вот они и пользовались. Так что вот такие чудеса поразительные, я их хорошо помню. Мосты никуда не деваются, они остаются на своих местах. И можно мимо них много раз приезжать, или под ним можно много раз приезжать. И каждый раз вспоминать что-то для себя важное. Моя Москва Моя Москва